Первые номера драфта НХЛ, автор легендарного гола, крутые шведы и канадцы, ярких имен в Финляндии будет с избытком. Уже завтра, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею 2022 года. В этом году мировое первенство примут сразу два финских города, Хельсинки и Тампери, тогда как сборная России из-за решения Международной Федерации Хоккея участие в турнире не примет. За кем можно следить на чемпионате мира без российской команды? Чемпионат составил список главных звезд ЧМ-2022. Действующий чемпион мира, сборная Канады, традиционно особо не заморачивалась выбором состава на мировое первенство. Кленовая дружина прибыла в Финляндию под руководством многоопытного клада Жульена, который в нынешнем сезоне уже руководил сборной на Олимпийских играх в Пекине. В столице Китая канадская команда выступила неудачно, завершив турнир уже на стадии четвертьфинала, не сумев забить ни одной шейбы в ворота очень посредственной сборной Швеции. Но в Пекине Жульен, как, впрочем, и наставники других сборных, не мог рассчитывать ни на одного игрока из НХЛ, тогда как сейчас в его распоряжении есть несколько очень хороших хоккеистов. Главными лицами сборной Канады в атаке на стартующем чемпионате мира станет нападающий айлендер с Мэтью Барзал и форвард Виннипега Пьер Люк Дюбуа. Две главные звезды этой сборной играли в одной молодежке. Перед МЧМ двумя тысячами семнадцатью Дюбуа и Барзал даже наигрывались в одном звене, но тогда тренерский штаб в итоге все-таки решил их развести. Вполне возможно, сейчас Жульен все-таки создаст ударную тройку, сведя своих самых креативных форвардов в одно сочетание. В линии обороны выделяется защитник Атавы Томашаба. 25-летний хоккеист стал одним из лучших атакующих защитников лиги, играл по 26 минут за матч уже в 23, и его игровое время после этого не падает. Теоретически Тома мог претендовать на попадание в олимпийский состав сборной Канады в случае приезда туда игроков НХЛ, но этого не случилось, и теперь защитник едет на мировое первенство. Показательно, что концовку сезона он пропускал из-за травмы, а канадские игроки обычно щепетильно относятся даже к микротравмам, когда речь идет о поездках на ЧМ. Однако Шаба готов играть, только-только восстановившись после повреждения, что делает ему честь. Для главного тренера сборной Швеции Юхана Гарпин Лева предстоящий чемпионат мира уже точно станет венцом работы в национальной команде. Шведский хоккейный союз еще полгода назад определился с фигурой нового рулевого сборной, им станет перспективный молодой тренер Сэм Холом. Однако у Шведской Федерации есть одна интересная черта, она практически никогда досрочно не прекращает действия контрактов со своими сотрудниками, даже если чувство логики и толкает именно на такой шаг. Чем дальше Гарпин Лев продолжал работать со шведской сборной, тем сложнее было находить какие-то объяснения его действиям. С каждым годом у него получалось собирать все более слабые составы, что привело к падению результатов на международной арене. В прошлом сезоне Трекрунур установили национальный антирекорд, впервые в истории не сумев преодолеть барьер группового раунда на чемпионате мира, а в этом году остались без медалей на Олимпиаде, бездарно проиграв сборной Словакии 0-4 в матче за третье место. Вот и на этот раз Гарпин Лев везет на чемпионат мира удивительно бледный и блеклый состав, учитывая количество шведских игроков, выступающих в НХЛ. Что в прежние годы шведские звезды очень охотно ехали в национальную команду, особенно когда речь шла о чемпионатах мира, проходящих в Финляндии. Но теперь все изменилось. Вполне возможно, что причиной массовых отказов от игры за сборную стал конфликт Гарпин Лева с нападающим Лос-Анджелеса Адрианом Кемпи, вспыхнувший на прошлогоднем чемпионате мира. Вероятнее всего, Кемпи рассказал товарищам по НХЛ подробностей инцидента, и теперь многие шведы не видели смысла ехать к тренеру, для которого предстоящий турнир в любом случае последний, и впереди команду ждет новая жизнь. Помочь шведской сборной избежать очередного провала может только оборона, в которой собраны сразу четыре представителя НХЛ. В первую очередь в защитной линии выделяются многоопытный Йоливер Экман Ларсон и первый номер драфта НХЛ 2018 Расмус Долин. Также приехали в сборную Адам Ларсон из Ситла и Эрик Густавсон из Чикаго. Скорее всего, этих четырех игроков должно хватить шведам, чтобы не повторить прошлогодний конфуз, а на сей раз выйти из группы в плей-офф. Но на большая эту команду вряд ли хватит. В свою очередь, сборная Швейцарии уже традиционно собирает под свои знамена максимально возможный североамериканский легион. Из НХЛ в расположение национальной команды уже приехали первый номер драфта 2017 года форвард Нью-Джерси Нико Хишир, лидер атаки Сан-Хосей Тима Майер, нападающий Детройта Пиус Зутер, форвард Чикаго Филипп Курашов и защитник Коламбуса Дин Кукан. Главные надежды швейцарской команды будут связаны со связкой Хишира и Майера, которая уже успела себя с лучшей стороны проявить на заключительном этапе Евротура. Минувший регулярный чемпионат в НХЛ Хиширу смазали травмы и болезнь, из-за которых он пропустил 12 матчей и затратил еще целый ряд игр на восстановление кондиции. Что касается Майера, то в матче с Лос-Анджелесом он вписал свое имя в историю НХЛ, сумев отметиться пятью заброшенными шайбами. А на самом финише регулярки Тима забил важный гол в ворота Вегаса, фактически прибив рыцарей в две гонки за плей-офф. Сейчас оба форварда находятся в отличной форме и могут стать одними из лучших бомбардиров ЧМ-2022. К тому же усилить швейцарцев может и защитник Роман Язи, еще не давший окончательного ответа о своем участии в турнире. От американского коллектива мы уже давно не видели топовых составов на чемпионатах мира. В этом сезоне Федерация Хоккея США себе не изменила и отправила в Европу посредственный состав, главными звездами которого станут защитник Чикаго Сейт Джонс и нападающий Аризоны Алекс Гальченюк. Причем если Сейт действительно остается топовым игроком НХ или делом оправдывает один из самых больших контрактов в лиге, то Гальченюка к звездам мы относим исключительно по привычке. В минувшей регулярке Алекс отметился всего 21 результативным действием в 60 матчах, но остальные имена в американском нападении смотрятся еще более бледно. Так что на их фоне Гальченюк все равно является самым заметным лицом. Для чешской сборной предстоящий турнир станет первым под руководством опытного финского тренера Кари Иланина. 62-летний специалист возглавил команду после ее провала на Олимпиаде в Пекине, где обладавшие вполне приличным составом Чехи под руководством Филиппа Пишана не смогли пройти барьер квалификации, проигравшие царии. На дебютный турнир Еланену удалось заручиться поддержкой трех игроков НХЛ – форварда Шаркста Маша Гертла, а также двух хоккеистов Детройта, защитника Филиппа Гроника и нападающего Якуба Враны. Не обошлись Чехии без проверенного ветерана, бывшего форварда Бастона Давида Кричи, который в чьи 36 лет все еще производит яркое впечатление. Кто стал самым сложным соперником на Олимпиаде? Это хоккеист сборной Чехии, который доставил нам очень много проблем в их большинстве. Он в НХЛ очень успешно играл за Бастон, а сейчас вернулся в Европу. Давид Кричи, да-да, точно, вот он. Не знаю, может быть, у него лучшая игра на Олимпиаде была против нас, но с ним было очень сложно. Очень неприятно играл, отмечал в интервью чемпионату защитник сборной России Александр Никишин. Тренерский штаб Юки Еланина в сборной Финляндии провел уже фирменную селекционную работу, снова вызвав в команду минимальное количество игроков из НХЛ. Еланин уже давно определился со своей игровой схемой и раз за разом доказывает ее правоту в Дели, обходясь игроками из европейских чемпионатов. В феврале Юка привел финскую команду к победе на Олимпиаде, и львиная часть игроков того состава приехала в сборную и на этот раз. Исключением из правила стал нападающий на Швила Микаэль Гранлунд, получивший разрешение выступить за сборную Финляндии на домашнем чемпионате мира. Гранлунд представлял Финляндию на пяти чемпионатах мира. В 2011 году он выиграл со сборной золотые медали. Именно на том турнире сумев отметиться голом в стиле лакросс в ворота Константина Барулина, который впоследствии был запечатлен даже на финских марках. В этом сезоне нападающий набрал 64,11 плюс 53, очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. После мегауспешных последних МЧМ во взрослую сборную снова едут Мориц Зайдер и Тим Штюцеле, но уже в другом статусе. Защитник Детройта провел мегауспешный сезон в НХЛ, став одним из главных претендентов на Колдер Трофи. Мориц вошел в тройку финалистов на приз лучшему новичку лиги наряду с нападающим Анахай Матревором за игра сами форвардом Торонто Майклом Бантингом. Причем именно Зайдер считается главным претендентом на Колдер. Первым номером сборной Германии на ЧМ-2022 станет Филипп Грубауэр, идущий в национальную команду после ужасного сезона в НХЛ. В этом году уголкипер чуть ли не единолично утопил клуб-новичок НХЛ Сиэтл. Его 31 гол, пропущенный сверх ХГ, это не только худший результат сезона, но и шестой худший в паслокаут на НХЛ. Впрочем, за свою сборную Филипп всегда играл на самом высоком уровне, нередко становясь главным героем в отдельно взятых матчах. Так что от кандидатуры Филиппа в немецкой команде и не думали отказываться, несмотря на его игру в этом сезоне. В группе А сыграют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии, а в группе Б выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Групповой раунд мирового первенства пройдет с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоится матч за третьим местом и финал турнира.